Как кипрский регулятор защищает всех ябед? Куда податься богатым инвесторам? И как обстоят дела на валютном рынке Лондона? Об этом в сегодняшнем выпуске. Здравствуйте! Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам Сайсек внедряет проект закона, который регулирует правила и процедуру подачи жалоб о фактических или же возможных нарушениях нормативно-правовой базы комиссии. В том числе способы подачи претензий и их мониторинг, а также меры по защите тех, кто подает жалобы и тех, на кого уже пожаловались. Законопроект называется об анонимных жалобах и не подразумевает обычные жалобы, которые официально направляют клиенты компаний, регулируемых Сайсек, требуя, например, возврата денежных средств. По словам регулятора, внедрение такого законопроекта стало результатом появления посредней европейской нормативно-правовой базы, в которой конкретно указывается на то, что страны Евросоюза обязаны законодательно урегулировать процедуру подачи жалоб. Также стоит отметить, что административный штраф за нарушение положения предложенного законопроекта достигает полумиллиона евро, а в случае повторного нарушения размер санкций доходит и до одного миллиона. Более того, уголовное наказание ждет тех, кто предоставляет заведомо ложную информацию, либо мешает какому-либо лицу обратиться в организацию с жалобой, угрожает и запугивает подателя жалобы, его родственников или же друзей. Таким образом, законопроект предусматривает тюремное заключение сроком до 5 лет или штрафы в размере, не превышающем 350 тысяч евро. А на обсуждение в парламент законопроект будет направлен после 23 декабря. Социальный трейдинг не новинка для финансовых рынков, но и до пика популярности еще относительно ему далеко. На российском рынке этот сегмент известен в основном благодаря решениям группового инвестирования, таким как PAM-сервис и социальным проектам, как и Тора. А теперь инвестиционная группа Atom поддержала тенденцию. В этом году была представлена социальная сеть для состоятельных инвесторов. Называется сеть Atom Space и, по сути, она является первой в России соцсетью для богачей, доступ в которую предоставляется инвесторам по персональным приглашениям. Данная сеть объединяет инвестиционный комитет, аналитическую команду финансовых консультантов, портфельных управляющих трейдеров и инвесторов в одном информационном пространстве. По словам компании, основной целью платформы является обеспечение прямого и оперативного доступа инвесторов к экспертизе. Благодаря Atom Space инвесторы смогут мгновенно узнавать о ситуации на рынках, новых инвестиционных идеях и продуктах, получать оперативную обратную связь по актуальным вопросам. Функциональный простой интерфейс платформы, группировка информации по темам экспертов и мощная поисковая система позволяют находить нужную информацию в любой момент времени, заявляют авторы проекта. Банк Англии в своем квартальном обзоре сообщил данные по валютному рынку, которые отслеживались на протяжении трех лет. Как оказалось, падение торговых объемов до среднесуточного значения 2,41 триллиона долларов произошло на фоне снижения активности на спотовом рынке и в сегменте хедж-фондов, которые традиционно базировались в Лондоне. По оценкам банка, доля хедж-фондов на лондонском рынке Форекс сократилась почти вдвое – с 12 до 7%, а их общие среднесуточные торговые объемы сократились более чем на 50% – до 164 миллиардов долларов в день. Самый сильный спад был зарегистрирован именно на спот рынке. Здесь ежедневные объемы торгов упали в апреле на 24% по сравнению с аналогичным показателем тремя годами ранее. По словам регулятора, это падение обусловило свыше 75% от общего сокращения торговых объемов на валютном рынке. Центральный банк также отмечает снижение интереса к таким основным валютам, как доллар и евро, которые традиционно являются фаворитами на торговых площадках Лондона. Что интересно, вместо основных валют игроки демонстрируют рост интереса к валютам развивающегося рынка, которые обычно активнее всего торговались в соответствующих регионах. Согласно исследованию, основная часть торговых операций осуществляется сейчас через электронные торговые платформы. На их долю пришлось 56% от общего торгового оборота. Это были все новости этого понедельника. Выпуск подготовлен совместно с редакцией Forex Magnates. Наша команда желает вам удачной рабочей недели. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова